В среду, 12 августа, в Министерстве образования и молодежной политики Рязанской области состоялся брифинг на тему «Итоги ЕГЭ». В этом году из-за пандемии COVID-19 и запретом массовых мероприятий госэкзамен находился под строгим контролем Роспотребнадзора. Правительством были выделены дополнительные средства в размере 7 миллионов рублей на то, чтобы обеспечить пункты приема экзаменов антисептиками, рециркуляторами, термометрами, средствами личной безопасности. В основной период проведения ЕГЭ с 3 по 25 июля приняли участие около 5000 человек. В настоящее время уже известны результаты единого государственного экзамена по всем общеобразовательным предметам. Если говорить о результатах, то в этом году 31 участник получил высший балл, то есть 100 баллов при проведении единого государственного экзамена. Как всегда, лидирует среди предметов у нас русский язык, где 23 стобальных результата. Также есть стобальные результаты по географии, информатике, обществознанию, профильной математике. Два участника ЕГЭ получили 100 баллов по двум предметам. Такой результат у Елизаветы Стеблюк, выпускницы школы номер 14 города Рязани. Она получила стобальные результаты по русскому языку и обществознанию. Результат был неожиданным. Цель была получить хороший результат, высокий, 90 баллов и выше, чтобы поступить в хороший вуз. Я занималась дополнительно с репетиторами, не пропускала уроки, потому что в нашей школе учителя довольно сильные и материалы они преподносят хорошо. Ну и, конечно же, это было мое личное желание добиться высоких результатов, потому что я понимала, что это нужно мне. В целом, госэкзамен в нашем регионе прошел в штатном режиме. Министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина отметила, что за время проведения ЕГЭ не было ни одного участника или сотрудника с повышенной температурой. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».